40 представителей общественных организаций, студентов и преподавателей разрабатывали инициативы для приоритетных направлений развития Приморья. Свои результаты они представили на стратегической сессии в рамках регионального этапа Федерального форума «Сильные идеи для нового времени». Очень здорово, что здесь собрались как эксперты в обсуждаемых областях, так и члены гражданского общества, неравнодушные люди. Это даст возможность в такой мультифункциональной, полифункциональной команде действительно сгенерировать новые идеи. На форум подано уже более 160 заявок. Главная задача – сформировать решения по актуальным проблемам Приморского края. Мы выбрали наиболее проседающие, скажем так, показатели Приморского края и сегодня задача экспертов – сформировать решения. Эти решения мы загрузим на федеральную платформу для того, чтобы на федеральном уровне видели, что мы предлагаем. А также лучшие из тех идей, которые будут сегодня сформулированы, мы поддержим на региональном уровне, вместе с экспертами доработаем и будем реализовывать здесь, в Приморском крае, для повышения качества жизни наших граждан. Участники сессии объединились в группы, где сформулировали предложения для развития региона. В итоге встречи они презентовали лучшие решения по мнению экспертов. Ксения Кузьменко разработала идею по эффективному оказанию социальных услуг. Основное направление нашей деятельности – это услуги ухода за пожилыми и маломобильными людьми в домах и стационарах города Верховостока. И данное мероприятие сегодня позволит нам выработать в составе группы экспертов предложения, пути решения каких-то тех сложностей, с которыми мы встречаемся в нашей деятельности. Напомним, форум «Сильные идеи для нового времени» проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2020 года. Наиболее перспективные идеи, попавшие в топ-1000 и топ-100, получат господдержку. Олег Завьялов, Диана Иванова, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok